МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не пропустите новый выпуск передачи Асфальт де Молдова между двух берегов, ведь кто знает, вдруг в очередной раз наша съемочная группа окажется на улочках вашего родного села. Этот цикл передач, отснятых в разные времена года, охватил десятки населенных пунктов. И каждый раз мы осознавали, что нам есть еще чему поучиться у жителей сел нашей страны. Прежде всего, нам радостно видеть, насколько искренне они к нам относятся, подобно открытым книгам. Впускают нас в свои дома, поверяют нам истории своих жизней, в которых есть место и печали, и радости. Они счастливы, что их села, запечатленные нашей камерой, их легенды, их домашние хозяйства опять оказываются в центре внимания и вызывают огромный интерес у широкой публики. Посмотрим, догадались ли вы куда на этой неделе нас привели размышления и стремление к новым знаниям. В селе Пухачени, на Ваненского района, ребятишек со школьной скамьи учат почитать гостей переступающих пороках дома. Поэтому каждый раз нам оказывают достойную встречу, так что мы чувствуем себя желанными гостями в ваших домах. Звезды сегодняшней передачи – села Пухачень и Ташлык. Так что на левом берегу наша коллега Ирина Шлаева уже приступила к работе. Село на камне. Именно так с турецкого переводится Ташлык. Первые упоминания о селе были обнаружены историками в документах 15 века. Тогда это было небольшое поселение, где люди занимались рыболовством, охотой, пасли кост. Что собой сегодня представляет это село, насколько оно современное, какие здесь есть достопримечательности, нам расскажет глава села Кирилл Алексеевич. Люди занимаются в основном животноводством, сельским хозяйством, пчеловодством. Также работают на всех предприятиях села. Два населенных пункта, объединенные Днестром, где у людей одинаковые воспоминания из детства, когда с одного берега на другой переплывали на пароме. Продолжение следует... Кстати, нетрудно заметить, что дети, выросшие на берегах Днестра, отличаются редким бесстрашием. Эти ребята с пеленок умеют плавать, поэтому в один рывок переплывает Днестр с одного берега на другой. В этом году мы не будем жить. Мой муж был родом и был родом на Казахаре, в Пугачени. Он родился на Казахаре, и был родом на Ташлык. Я родился на Казахаре, и я родился на Казахаре. Казахаре это город в городе, который мы помним в миске, что мы получим в миске, я и милые, даже мне, даже и в милые. В времена мы обычно не идем на нот, И мы племем в саду вале Ташлык, в Бутуру. В Красногорка, Григорополь. В Григорополь мы приезжаем и быстрее. В Кау, у нас был паром. Мы были маленькие. Мы ходили на пляже. Мы ходили на пляже. У нас есть соседей из Ташлык. И сегодня мы познакомились. Мы познакомились. Мы познакомились с Ташлыком. Активное передвижение под Нестру из одного села в другое на протяжении многих лет оказывало влияние на экономическую и социальную жизнь этих двух населенных пунктов соседей. В классе 1, я думаю, мы ходили в Нестру, и это паром. Дальше. Да, это даже на месте. И мы ходили на пляже. И мы ходили на пляже. На пляже, на пляже. На пляже, на пляже. Мы ходили на трассе, с сушили, с патлажей. И душе, мы ходили на автобус, И мы были и проданы, и проданы. Парите покупают пищи, а потом к нашим. Когда мы использовали руки, мы нашли души. Дороги мы были. Мы были наши штыки, но нашли, мы удалось много. Мы поддерживаем с работой, поддерживаем все, что мы сделали. Сталом жарли, там, шпырами, и оттеневали и с усыков. И тем, как и сухой, луна с удохнивали, но с фрегами и что-то дыхнёвали. И умерли и с теней. И тогда мы по бручу и мы поднимем в 2-3 раз. Но мы по-даме помидываем и посмотрим, что мы пришли в змеи. «Я или здесь, гайринский со мной, не поднимем». С tuo из-за страницы? У нас очень можно было. Мы по-другому, мы при cogнике, и наши глуши. jersey пловит. У нас сломали, твердые внуки, Мы не выходed, мы сход fik... Эту даром. Эта даром. Эта дарома и не создали мы, друзья,. Испания все говорили, что это так. Что когда мы поедем на низ, мы говорили дарят пугасет. Здесь есть есть копилария, здесь есть скалдот, здесь есть. Мы, в городе, не мы так-то не могли, потому что я не могу. Тащлэчение... И где-то? Да, это откуда. Да, да. Да, откуда. Ну, вы все спрашиваете. Там находится. Да, вон там. Вы все-таки не были. Но и не было. Потом-то, потому что я спрашиваю, что я пришел. Вместе с авиано. Да, да. Другой дорогой вышла по-русски. Другой вышла по-русски. Эра не густ нистру? Нет, нет. Эра не густ, да? А мы с улыбцем, потому что... Прима пара, с улыбцем. Да, аж он был очень близко, как с копами. Мы с умираем в копиларии, как в стыне, и мы с умираем гиоцей. Гиоцей? Да, что умираем! Венеем в дуна в феврале, аж с братьями. И мы с умираем на фурат Мери. В втором паре, в первом паре, в первом паре, в первом паре, в первом паре, неудивительно, что число семей, в которых соединили свои судьбы выходцы из Пухачень и Ташлыка, очень велико. Елене Григорьев повезло, что судьба привела ее сюда, в Пухачень. Здесь она и обосновалась на всю оставшуюся жизнь. Родилась она на другом берегу Днестра, на автошлыке, но всю свою жизнь посвятила правому берегу, потому что здесь сложилась ее судьба. Здесь она стала женой и матерью. Ее знакомство с Суженым было очень простым и красивым. Причем произошло это событие прямо на берегу Днестра. Как вы понимаете? Вы знаете, сейчас очень много гаджетов, но мы, конечно, говорим ваще. Ваще? Да. Ваще, немного более лаване, и я, по-другому, и я, по-другому, и я, по-другому, ваще подниму, Дэк, ваще, ваще, да, ваще, 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 В течение 18 лет она была Ташлычанка и Астралия. В течение 18 лет она гордится и тем, что является жительницей Пухачень. В течение 18 лет она гордится и тем, что она гордится и тем, что она гордится. В течение 18 лет она гордится, как мама, как господина. В течение 18 лет она гордится. В течение 20 лет она гордится, но в течение 20 лет она гордится. В течение 20 лет она гордится и тем, что она гордится и тем, что она гордится и тем, что она гордится. В Пухачень мы познакомились с двумя сестрами, которые в этом году отправили за границу целую гору вкуснейших лакомств из домашнего погреба, а в бочке бережно хранят белое вино к долгожданному приезду детей. В течение 20 лет она гордится. В течение 20 лет она гордится. В течение 20 лет она гордится. Дальше, что мы бываем? Попанащи. Кстати, спешим сообщить вам любопытнейший факт. Этому погребу более двух столетий, и отец этих женщин, всю жизнь заботившийся о сохранности погреба, утверждал, что он простоит еще много веков вперед. Какая-то, какая-то, какая-то. Их двор, благодаря этому погребу, превратился в настоящий памятник истории. Время идет, и вот уже дети семьи Тома пишут собственную историю. Они сохранили массу воспоминаний, часть из которых связана с соседней деревней Ташлык, где молодые люди в свое время обзавелись множеством друзей. Время, когда мы были миши. У нас есть друзья, потому что у нас не было бисерика, и люди приходят в эту часть. И мы получили знания, и мы получили. Мы у нас родители, мама, в школе, в доме, в доме, в доме. Но с сарой мы приготовляем бухгалтеры. Лидарь, Наташа, Вера! У нас есть одна сара, и мы садим. Я иду на бисерике, и у меня есть сферпы, и у меня есть сама. Да. Это хорошо, потому что в доме все времена. А, сейчас мы приехали с дарушкой, с лилейкой Вера, и... Дарушка. Дарушка, потому что у меня есть маса готова. В Ташлыке Ирина Шлаева разузнала с ног сшибательную историю. Говорят, что много лет назад турки закопали в этом селе золотую лодку, полную сокровищ. Легенда достигла ушей и некоторых современных турок, которые прибыли в Ташлык в поисках сокровищ. Есть легенда про золотую лодку, которая еще была турками где-то зарыта. Именно в Ташлыке? Именно в Ташлыке. Где-то в 1937-х годах были тут 20 турок. Они искали, копали, им дали разрешение, и так ничего не нашли. Перед уходом один сказал жителям, что здесь у вас зарыта лодка с драгоценностью из золота и серебра. Она находится на гурочекане. Никто не знает, где находится. Где гурочекане, получается. А я слышала еще, что сохранились плиты надгробные от турков здесь на Клавочи. Да, также есть старые, старинные. Скажите, а династии турецкие жили раньше? Нет, как бы уже здесь. Есть фамилии турецкие, но самих турков уже нет. Не случайно название этого населенного пункта тоже имеет турецкие корни. Говорят, что обосновали турки, потому что ташлыки так и называются. В переводе, ну, примерно так звучит, что много камней. Действительно, здесь ташлыки расположены на скале, на камне, всего на камне. И еще одна легенда гласит, что человеку, хоть раз испившему воды из ташлыкских родников, захочется поселиться в этих местах до конца жизни. Похоже, мы где-то уже слышали подобную легенду. В дело Кэу, если нас не обманывает память. Вероятно, такая легенда существует в каждом из днестровских сел. Мы как-то ездили в экскурсию с детьми на родник. Пришли обратно в садик, там нам женщина встречает. Где вы были в экскурсии? Мы говорим, на родник. Выпили воду? Да. Ну, если выплит, тогда вы останетесь здесь. Ну, вот так мы и остались. Нас было двое. Вот Настасья Семенна. Так и остались обе в ташлыке, потому что выпили воду из родника. Для Нины Лунгул, что родилась на правом берегу, но много лет прожила на левом, эта легенда стала реальностью. Еще со школы я у себя в селе пела в вокальном ансамбле, потом училась в училище, тоже пела в вокальном ансамбле. Потом приехала в ташлык с 78-го года уже. И тут тоже пела в агитбригаде, и так на концертах с садиком ездили, потом перешла в школу, тоже ездили на разные фестивали. Нина Лунгу является участницей фольклорного ансамбля «Извараж с левого берега». Возглавляют этот фольклорный коллектив подлинно народные таланты, посвятившие себя душой и телом народной песни. Мы приглашаем в гости осенью, когда начинают собирать виноград, когда делают вино, чтобы пробовали этот муст молдавский. Как говорят, сперва он сладкий и вкусный, но потом начинаются свадьбы, провожание в армию. Нас приглашают везде, на храмах приглашают. В прошлом году у нас был фольклорный фестиваль «Дензестры Нямулы», где принимали участие с правой стороны Днестра, Балабанешты, Киулянского района, Дородское, Дубасарского района. Это у нас второй этаж компьютерный зал. В «Дензестры Нямулы» здесь написано, да? Мы всем участникам, всем коллективам, которые участвовали, мы давали вот такой шкатулечки, рушничок, как символ, да. Пошлика. Мы сейчас находимся в зрительском зале, здесь у нас 350 метров. Конечно, зал нуждается в ремонте, но так как мы благодарны тем, что у нас есть, у нас есть условия для репетиций, у нас крыша не течет, окна, двери мы поменяли, отопление у нас есть. Так что условия для работы у нас хорошие условия. В этом зале культуры на этой сцене выступают местные артисты, которым есть где проявить свой талант. В «Ташлыке» очень популярен хит Александру Лозанчука «Лакримера». Его исполняют поселковые знаменитости. Местный ансамбль «Ностальгия», выступающий на всех мероприятиях в этом населенном пункте. Выступали пока на местном уровне. Дальше «Ташлыка» еще не ездили, но стараемся, стремимся к этому. Мы тоже начали думать, как назвать наш ансамбль, и быстро кто-то сказал «Ностальгия». Ну, «Ностальгия» так «Ностальгия». Так спонтанно вышло. На другом берегу Днестра, в Пухачень, звездами всех торжеств являются участники образцового коллектива нестрений, которые, так же, как их левобережные коллеги, радуются появлению в ансамбле новых голосов – молодых лиц, жаждущих передавать народную песню будущим поколениям. А еще коллектив хотел бы заполучить и мужские голоса. Даже на баяне играет женщина, всю жизнь проработавшая в детском саду. Она не оканчивала музыкальной школы, но счастлива, что освоила этот инструмент и может оказать помощь своим подругам по коллективу. «От в соцсетии, у меня есть другая ученство и уроки, в Speech-произме, в das». «Така я делаю работаю на студии филологии, но у нас содержало, как и уроки, в убийства. И настоя старе очень приятел, много весел, мы активируем. И присутствует эмоции с дитю, у дитя, мы, как и ученицы, святые коллеги в школе, ученицы, ученицы и ученицы. «Дельчане inscre». «Дельчане, ученицы, 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 ученицы». «Ам сам активаю, ученицы. Мы шли и учим к нам. Нам помогаем нашим кантинам, и мы промываем кантинам нотарию, и мы будем проработать кантинам, в нашу городском. Мы вместе с детьми, которые приходят на пыльные, немного больше и у нас нужны. И мы подумаем, если мы дома не будем быть близко, потому что мы не будем, когда нам нужно. Мы хотим, как наши детей, чтобы не помнить о Победе Модов-Адионе и о родинах. У меня два родственника, которые участвуют в рамках Малу Нестру. Мы видим всякое изменение, всякое изменение, и все, что изменится Малу Нестру. Это связано с нашим родственникам Реонистр. И как мы влияет, и мы работаем, и жизнь Реонистру. Реонистру используют средства для игровых земли. Мы очень рад, что с пастрия традиция кэтиковой популярной. И эти дамы, которые мы имеем в годы, в прошлом году, мы не представляем, на любых фестивалях, которые мы имеем в виду, на уровне районного, как национального уровня. У нас были ситуации, когда были и в России, в Романее, с у нас в стране, и они были очень красивые. И у нас есть место, где мы все-таки рады, Субтитры создавал DimaTorzok И практически все хозяйство является активным в активности индустрии, агро-индустрии. Аккума, многие у нас взяли большие дороги, в Европе, или в другие страны, пытаясь о жизни более хорошей. Но миссиума, которую я предлагаю, в этот mandат, это, как бы, чтобы мы получаем, как 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 мы получаем, о том, что мы решим думать о саду Наталью и вернемся домой. Сперем, скажем так, на ревизирование отношений с теми из Ташлык. Сейчас есть какие-то проекти, которые мы предлагаем, которые мы предлагаем с садами Пистенистру. И они предложатся больше организаций финансирования дефицитов, шимбов и экономики с садами Пистенистру. А вот этот и 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 цифр, на уровне, но в линейной, в принципе, трассе нашу это за модернизация нашей нашей страны. Мы предлагаем обеспечения драма и кейлори для доступа к центру райональ и капитала. В локалитете мы предлагаем инвестиции, в институты публике, в царе, в гаденицах, в литеу, и в инфраструктура Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детский сад населенного пункта приятно нас удивляет, причем с того самого момента, как мы ступаем на его порог и видим стоянку для велосипедов. Субтитры создавал DimaTorzok Примером для подражания, которая бережно заботится о детях, растущих под ее крылышком, и воспитателях детского сада Андриеж в Пухачень. Усилия и настойчивость госпожи директора были вознаграждены. Госпоже Бызга удалось привлечь средства Европейского Союза и реализовать в рамках ПРООН жизненно важные для села Пухачень проекты. Первой задачей был ремонт сельского детского сада. Субтитры создавал ДimaTorzok Примерный проект в Градимите был «Акопиришо». «На не плуа в этом?» «Дар лам засунут проекты в 2011. Чи не ва ажутат?» «Атунч си начали делать проекты, а скрие проекты. И я начался, так как, в шаге, когда мы знаем, что есть много внести, чтобы было купить. Мы начали купить купить, чтобы не было внеу, чтобы не было ничего. После этого 1 миллион и 200 миллионов дней у меня было купить. Если я обогатся от проекта, я insistил, и я взял, и я взял, и я взял деньги от пнула, и я взял шару. После этого я взял деньги в нашу байку, и я взял и ущи внеу. Да, 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 да. Доброе утро! Так выглядят люди, воспитывающие наших детей по зову сердца. А госпожа Бызга наделена талантом работы с детьми, хотя изначально она была медработником. На тираспорт? Нет, на бендер. Допустим, у нас работала на центру медицинского центра. И, когда у нас открыта, у нас оборудовалась, у нас оборудовалась. Это было более близко от меня. У нас была работа с детьми. У меня очень responsable коллектива. Я не скажу, что я делаю много работы на Фугулицах. Когда я работаю, у меня не было боли инфекции, в институте. И у нас все время послушать. И мы будем сцелить. Еще одна жительница села нашла свое признание в деятельности, приносящей ей моральное удовлетворение. Хотя по профессии она фармацевт, благодаря своему увлечению истории, женщина превратила свой двор в настоящий музей истории силы. Диана изложила на бумаге и деревенскую легенду рассказанную старейшинами. Они уничтожили свою цену. Они уничтожили свою цену, но они уничтожили историю историю. Они уничтожили очень хорошо. Они уничтожили, которые не уничтожили историю, и уничтожили историю. У нас есть изготовления. Поэтому мы написали на фарму, с ночь с бальтами, потому что у них не было дамбу, в протеке для мифта, и в каждую разницу, и в каждую неделю, в каждую серию, а теперь, в каждую неделю, это был рост. Принд, да? Раскорда. И так что у них много веетов, шерфи, брости, шарфи... И пуфоащи, они были очень хорошо. Пуфоащи, это чем? Пуфоащи, это Буфнита. Буфнита, Пуфоащи, это двое. А это хранение, все остальное, что осталось в этой зоне? Да. И это здание, территории, это здание. Но, в общем, у них первые были были стабилизации здесь, ASSА, Я пытаюсь это, я думаю. Они стали зад intention scrolls more возможность бегреи, где plano, где живут бланникой, я думаю, что во всем этом желании складывы были курты, не похожи на участке высококвалиа, кое-какал при wspomnении на унит genн mood, и они у них были в школе, а действительно близcity. Пуф ground tears naveгоси, fill под шерфи. Лампи! Чей бы тебе что? Лампи, instincts ли fahren вполне с проблемой? Субтитры сделал DimaTorzok 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 и литерал Днистру, через массивную плантацию с арбами, так как мы revitalizаем, скажем так, жизнь вне Днистр. И есть различные проекты, которые мы пытаемся использовать для того, чтобы реанверсить локалитет. Орошение полей жизненно важно для обитателей сел, расположенных вдоль Днистра, поскольку сельское хозяйство – это основное занятие местных жителей. Помощь международных партнеров приносит долгожданные перемены в эти населенные пункты. Таким образом, владельцы земельных наделов могут подключиться к централизованной растительной системе и спасти свои поля от засухи, которая из года в год наносит ущерб нашей стране. Для нас, лекомикультура есть о рамуре традиционное. Еще в временах, для нас, они занимаются с культиванием лекоменов, но лекоменов не могут быть культиваны без ирегации. Так что, для нас, прежде чем производить томаты, мы еще разобрались, сейчас это более тяжело, но теперь они производят картофель, Jerusalem, поскольку один весенний день кормит деревенского жителя целый год, Alex Afosa приглашают поработать на этой сельхозферме. Мы приготовим территорию для распространения молча, для более удобного молча. Это фильм. Молчи? Молчи. Молчи. Но вы говорите молчи? Да, все-таки говорите молчи. Умедитация не нужна. Умедитация употребляет в солнце. И есть преимущества. Есть преимущества, есть преимущества. На момент у нас есть, официально, 23 ха. Вы не чаще чуть будите? Я вз triangle gewe gentе и Stadtин. То есть кто-то пробиваетесь? Говорит, как только некогда, яさ FINОЗИ, сism. Для этого не менее кого-то meses, чтоолько два дней. Это достаточно земли, если вы к terrified. Вы успел? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Туда выращенные овощи попадают прямо с полей, что мы показывали вам ранее. Содержат столовую двое молодых людей, которые получили образование в сфере общепита и решили создать семью, а также построить будущее на своей малой родине. Продолжение следует... 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 То есть, все из-за продукции, биржи, скоса? Да. И так же. Теперь, это пепли пупик. Да, это пепли пупик. И я его салам. Взять. Мне нравится пепли пупик. Ваше, да? Мне и мама, и сочу у меня есть студия, технологии и alimentарные. Сочу готов? Да, я и в студии. Это норок. Да, очень морочный. Внутри сады, а в сервисе и catering? Да, все началось очень много. В семье сады и сады, в семье, сады и сады. И уже, когда сады, здесь у нас было как-то, где-то, 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 и сады и сады, и сады и сады, 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 и все измены, и сады, и в течение года. И кем в ману, и сады, и сады, и сады, и сады, и мы делали в паралл, и сады, и все еще немного. И вот, в 2018, У нас открыли СРЛ-у. И, в конце концов, мы приехали на этот путь. В прошлом, мы participали на один проект, организован от ОДИМ, «Старт Пенту Тинес». У нас получили... Да, у нас получили один граждан нерамбурсабил. И вот, с этим гражданом, мы купили все эти утилажи. Техника. Да, мясо, все... Что вы готовы здесь? У нас там, где-то. Плакинцы. 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 У нас есть 9 лет в Кишинал, в различные ресураны. И не дали ни в Кишинал. И когда мы работали в ресуране, мы едем на банчеты, в различные сатели, районы. Мы называем, что мы едем. И у нас пришли. И потом, у нас был экономист, с предложением приготовления, мы едем в банчеты из компании, и, соответственно, нам это было не было. Мы очень благодарны, потому что мы у нас не должны было ехать. Мы не будем сходить. Мы пришли в банли, чтобы мы не спрашиваем. И все деньги мы не ставим. Мы не можем сходить. Мы едим на 80% и наши. И поэтому мы успехуем. У нас всё-лышно. Мы не будем к нам улейтовать, мы помним, наше время, нашу ресураны, Мы не знаем, что мы готовы. Продолжение следует... Я собираю это. Асманка парфюрии из-за этого. Ух, 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 как ферм картофи. Картофи обтянуты здесь, из-за Памынтуры, из-за Пухачени. Как эти люди хранят зимы? А здесь, на карьерах, сегодня у нас 28 портей. А ведь ангажащи? Да, да. Кати ангажащи у вас? Да, действительно, эти 2 фети, которые вы видели, и у нас еще 2 фети, которые мы видим еще 2 фети. 2 фети. То есть, у вас есть 4 ангажащи? Да. Да. Да, да. Но мы имеем и в agricультуру, как в легуме. Анна и Николай Петровы заботятся еще о нескольких семьях, живущих в селе, предоставляя женщинам возможность работать, не покидая родной дом. Я тоже начинал с дому Николай, на церемонии. Мне понравилось и дома. У меня есть серия для приготовления с мамой. Мы приготовим коллаки. Мы приготовим 3 сороки. Мы делаем все вместе, а не дома. Мы показываем приготовление между нами. И другим другим, мы учили, и мне понравилось. Как это важно, найти место для работы дома? Возьмите в мое утро, после того, что у вас есть в районе дома, вы знаете, что у вас нужно идти на работу. И у нас есть зарплаты. Да. И у нас есть семья. У нас был чрезвычайно насыщенный день, который мы провели рядом с жителями берегов Днестра. Не секрет, что деревенская жизнь не дает возможности прохлаждаться в комфорте. У вас всегда найдется чем заняться. И мы гордимся тем, что перед нами была поставлена задача прожить в одном ритме вместе с этими невероятно трудолюбивыми людьми, на плечах которых без преувеличения держится целая страна. ... ... Продолжение следует...